всем привет сегодня с историей от подписчицы сейчас я зачитаю видео там комментарии вы в том числе если считаете что такие видео полезно на канале ставьте лайк подписывайтесь и распространяйте видео в соцсетях делитесь им давайте приступим дорогая галина спасибо большое за ваш канал мне очень нравится как вы анализируете комментируете жизненные ситуации подписчиков хочу поделиться своей историей я не совсем понимаю закончилась она или уже нет время покажет если захотите вы можете зачитать ее в рубрике от анонима мне 23 с моим молодым человеком мы встречались полтора года из которых первые полгода жили в одном городе так как мы познакомились на учебе за рубежом прямо перед к видом мой парень закончил свой семестр по обмену и вернулся в турцию начало пандемии совпало с появлением у наших отношений приставки на расстояние было легко первый перерыв в реальном общении совпал с перекрытием границ и тянулся аж полгода времени онлайн было невыносимо проживать мне казалось что наши отношения это иллюзия и вот в конце концов ситуация наладилась я перелетела к нему в стамбул потом еще еще раз и начались классические отношения на две страны а точнее даже на 3 я летала между россией и турцией страной моего обучения из семьи я знакома с его сестрой родители живут у другим другом городе в районе анталии но маме он про меня рассказал мы с моим парнем сейчас оба если можно так сказать небо недоустроенные он меня старше на пару лет недавно закончил университет поработал чуть больше полугода но работа ему не понравилось и сейчас мы что-то другое очень переживает за это что не может организовать до конца свою жизнь я переживаю то же самое сейчас заканчиваю магистратуру параллельно подрабатываю но стабильности от месяца к месяцу нет как и нет уверенности в том какой стране я бы вообще в принципе хотела дальше жить в этой не обустроенности заключается первое и возможно самое главное наша проблема я ничего от него не требовала материальном смысле наоборот я бы хотела все строить и делать совместно партнерско в то же время он очень переживал о своей финансовой несостоятельности отсутствие хорошей работы и так далее это проскакивало во многих наших разговорах в то же время он всегда старался вести себя как джентльмен старался покупать мне билеты водить в кафе и так далее я старалась придерживаться золотой середины не отказывалась полностью от его заботы но в то же время и не злоупотребляла ею со своей стороны я тоже делаю ему подарки по мере моих нынешних скромных возможностей иногда своими руками по отношению ко мне как мне казалось он был настроен очень серьезно тут важно отметить что мой парень соблюдающий мусульманин поэтому просто так он в принципе не встречался бы я была его первой девушкой и физической близости у нас не было даже страстный поцелуй мог заставить его страдать от всей греховности не обижусь если вы тут посмеетесь поначалу я про себя тоже так хихикала но я соглашалась на такие отношения в наших отношениях как могла помогала ему соблюдать границы потому что очень уважала такую искреннюю веру кстати говоря когда мы познакомились я была убеждена что я атеистка очень много обсуждали тему религии веры я изучала ислам мой парень не скрывал что хочу хотел бы чтобы я стала мусульманкой и в то же время он за он на этом не настаивал на тот момент это не звучало как непримиримое какое-то условие для развития наших отношений но параллельно с чтением корана хадисов я глубже познакомилась и с христианским вероучением изначально просто чтобы объяснить что-то своему парню ведь он задавал много вопросов о христианстве а я не всегда знала что на них ответить в итоге со мной произошло что-то неожиданное я очень благодарна моему молодому человеку который больше года мучил в кавычках меня беседами благодарна богу христианстве мне открылась истинная я уверовала мой парень был очень рад но в то же время я так и осталась не мусульманкой он пытался понять почему же не ислам тогда раз я выбирала религию но тут же я не буду подробности писать об этом два месяца назад мы расстались как кто кого бросил я не знаю чувствую себя так как будто бы отказались от меня просто однажды мы начали говорить о будущем он спросил если шанс что я приму ислам я сказала что это крайне маловероятно и рассчитывать на это не стоит он сказал что может жениться только на мусульман но готов подождать чтобы я изучила ислам лучше мол а вдруг я поверую я сказала что раз так то нам лучше расстаться и не мучиться и он меня не удержит не удерживал вообще скажу честно дважды мы уже в кавычках бросали друг друга по примерно такому же сценарию однажды я его однажды он меня и каждый раз мы все равно возвращались сходились уже на следующий день а в этот раз я знала что так просто уже все не обойдется чувствовала это все равно произнесла что-то то что произнесла я об этом не жалею хотя мне до сих пор не очень приятно и очень больно не думаю что истинная причина только в исламе интуиция мне подсказывает что во многом дело было в его неуверенности в будущем не готовности брать ответственность принять решение строить жизнь со мной последнее время у меня постоянно было ощущение в отношениях что он вроде бы хочет этого а в время как-то не уверен и может быть чего-то боится при этом я действительно чувствовал что он любит меня я считала что все временные организационные трудности преодолимы в общем полный раз драйв голове и на душе не не хотелось от него свадьбы здесь и сейчас или что-то такого радикального но мне было важно чувствовать что мы идем в определенном направлении вместе не просто проводим время не хотелось иметь какой-то план ведь неопределенности мне было даже дальше непонятно неприятно существовать и даже не могла понять в какой стране мне искать работу он мне как-то предлагал потенциальную позицию в турции рабочую я так поняла позицию зачем бы я поехала туда без уверенности в том что мы всегда с ним будем вместе все что не делается то к лучшему если что-то и могло подтолкнуть его принятию окончательного решения то я думаю это был вот такой радикальный шаг с моей стороны уже два месяца с момента нашего расставания с одной стороны я стараюсь жить полной жизнью это даже стало несколько проще ведь теперь никто не следит во сколько я приду домой с кем встречаюсь что я надеваю в то же время я все еще надеюсь что он захочет меня вернуть я не знаю почему с ним не было так хорошо на душе так спокойно как дома я полюбила и была готова стараться для него вместе преодолевать трудности но я была не готова делать это все одна не могу до сих пор поверить что он отпустил меня у моего парня видимо уже все-таки бывшего не бойцовский характер это я всегда понимала он одаренный от природы человек но не великий трудяга к примеру наверное для того чтобы отношения состоялись из такой ситуации как наша хотя бы парню нужно было пробивным человеком быть а может просто нужно было больше любви всего стороны в любом случае мы много дали друг другу и чтобы там не было я его за это благодарю мне было бы очень интересно услышать ваше мнение нашей истории неловко спрашивать это но как вы думаете если смысл на что-то надеяться у меня сейчас бывает два состояния первое уверенность что он вернется и тогда мне хорошо а второе это уверенность в обратном и когда я либо впадаю непонятный азарт либо плачу как лучше себя настроить психологически ему сказать что у вас такое ощущение депрессии я вам не буду говорить придется к вам или нет потому что письмецо уже у нас на месяц назад было написано я зачитываю историю в порядке очереди и если он не вернулся в течение уже трех месяцев до от разрыва то не вернется скорее всего но я не хочу не надо на меня перекладывать ваше эмоциональное состояние даже же определенная привязка идет скажите мне как будет успокойте меня тревожно снимите я не буду снимать тревожность я хочу немножечко в первое вынести в очень грамотно правильно классно анализируйте себя чувствуете вы большая молодец выводы об отношениях благодарность просто персик вы молодец с точки зрения психологии вы правильно все идете но вы себя очень сильно эмоционально сдержите старайтесь там типа не расстраивать а внутри вот эти эмоции которые все-таки от мысли вернется он или нет я что хочу сказать почему я хочу раскрыть причину чтобы вы нас собой потом еще больше вот вы молодец многое сами можете без психолога разобраться решить и я расскажу механизм почему что как произошло что именно вас закоротила почему вообще так произошло почему вас он зацепил почему вы ждете его возвращения и почему вы переключились немножко в религию во-первых я хочу сказать что дело верить в бога не верить в какого бога это дело каждого человека это ваш выбор и раз вы взяли в это из отношений к этому пришли благодаря этим отношениям до вас ну вы начали читать сучать и так далее это же благодаря отношениям началось это классный толчок это хотя бы спасибо ему за то что привел меня к богу да если вам классно от этого приятно комфортно себя чувствуете когда веруете когда ходите в церковь вообще об этом думаете чувствуете себя не одиноко не одна то я за вас очень искренне рада если вы себя в этом нашли это классно следующий момент расскажу механизм с точки зрения психологии почему вы к этому пришли почему вам это нужно то что вас отвергали вы ждете возвращения человека это невротические немножко такие моменты которые заложены вас очень знаете я не знаю вашего прошлого дома детстве вообще ничего не было да но это очень у вас подавлено вы хотите быть лучше чем на самом деле но это хорошее качество вы себя улучшаете вы молодец вы себя апгрейдить и лучшую модель себя создаете вы прогрессируете супер не стагнируйте и не регрессу ходите это классно но мне кажется у вас есть внутри определенная страхи одиночества это отчасти для вас то чего вы бежите почему вы пришли в религию потому что внутри вы чувствовали это одиночество даже находясь в отношениях я не говорю о том что любовь к богу место в вашем сердце в голове к вере и отношения с парнем это одно и то же замещать друг друга должно нет это разные вещи но принадлежать какой-то общности чтобы меня там понимали слышали так далее например это моя общество меня здесь я не хожу например в церковь просто к богу да с богом сама разговариваю там библию читаю так далее все равно вот это желание это побег от определенного одиночества это на заметочку это может возникать и невротическая реакция почему ждете возврата того кто вас отверг это вот в копилочку совместно с этим невротические реакции это скорее всего что-то вот оставление оставание пардон вас родителями одиночество или не замечали родители общества школы и так далее моего одиночества не было достаточно внимания любви ко мне к моей персоне меня не спрашивали как мои дела в детстве не интересовались чем я хочу поинтересоваться кем хочу учиться работать и вот эта вся история оттуда это растут ноги но если вам в этой ситуации с богом скажем так с верой комфортно я повторюсь я за вас окей классно далее по поводу парня причину все очень просто да вы совершенно там все верно в конце особенно в последнем абзаце своего письма перечитайте письмо ко мне все правильно анализируйте парень не готов парень ленивый никогда и не хотел особо напрягаться в это там прям скользко отмечали я считаю что это главная причина и вот эти невротические моменты ваши почему он вас зацепил вы пришли в верование у вас есть определенная жертвенность и покорение до вера любая особенно христианская да это же ограничение потерпеть подождать вот такие термины до сюда идут ограничивать ограничение себя и вы готовы были ждать вы готовы были с ним учиться это невротические такие моменты в отношениях до преодоления он немного зарабатывает не может устроиться короче говоря вы готовы были прощать очень много готова быть жертвой джет в этих отношениях собой причем ты жертва он даже базово вам не готов был дать надежду что жертва твоя не напрасно вы молодец что отстояли свое желание верить именно в такую религию да и не готовы были принимать ислам это ваш выбор а то что он этот выбор не принял это его проблемы это неуважение к вам это от желания парня больше зависело понимаете а желание у него не знаете почему потому что говоря вам о будущем о свадьбе давай эту надежду принимая вашу жертву это ответственность которую не хотел брать все очень просто почему вы его ждете ну потому что вы вас невротические эти настроения есть вам нравится быть отчасти жертвы вы готовы ждать быть смиренной это вашем характере вашем поведении ваших реакциях психологических вам это нужно вы нашли себе такого парня с которым почему вам мне с ним кайфово как в родном доме вы сказали как у себя в семье вы в семье это получали вас в семье родители возможно такие отношения были что говорили вам что нужно подождать нужно потерпеть может где-то не интересовались и тому подобное просто вы в нем увидели эту модель которую увидели с детства транслировали в своей семье своими родителями вот и все это было просто подмена но человек с такими убеждениями его поведением не готов брать ответственность и даже давать вам какой-то флер того что твоя жертва мне нужна для того чтобы у нас будет будущее надежду дать надежду не мог давать брать ответственность ни за что поэтому я бы лучше вообще не стала ждать его обратно это не явно не ваш пассажиры вашего боинга вам лететь далеко дальше и вы молодец а он себе должен найти ту смиренную которая будет не рассчитывать и не на деньги небольшие плите он никогда хорошо не устроится как вы сказали он одарен ну как так так про него и даже это зачитаю когда читала понимаете эти два термина вывод чересчур как-то боготворить и честно говоря наделяете его экстра способностями он одаренный от природы человек но не великий трудяга к примеру а чем он одарен что у него какой-то определенный дар есть что знаю вот так вот воду разводит что не знаю волшебная палочка у него есть какой у него дар но обычно такой же как и все это вы ему хотите делать особенным про любовь к богу то что перекликается не трудяга к примеру я это называю по психологии ленивый наверное для того чтобы отношения состоялись из такой ситуации как наш хотя бы парня нужно быть пробивным человеком естественно он ленивый не пробивной не моторчик а может нужно просто больше любви с его стороны переводим на язык психологию а еще он меня недостаточно любил я ему не так нужно было раз мне легко отказался вы все анализируйте правильно и в любом случае мы много дарят друг другу чтобы там не было я за это благодарна вот отличный вывод вот и мы заканчиваете было все закончилось зачем вам человек который вас недостаточно любит точнее вы любите его больше ленивый неактивный пассивный непонятно чем там он одаренный от природы человек чем его одарили что он до сих пор не может найти работу пристроиться я там вы вижу что другое совсем определенные качества характера человека его поведение которое вы пытаетесь более красивую обложку одеть на эту книжку но читается там текст конкретно прямой какую бы обложку золоченую красивую бы не одевали на эту книжку мне так мозг запудрить не получится вас может быть влюбленность в него вы его таком свете и видели вот все надеюсь вам чем-то помогла подумайте просто лучше о себе они о нем сейчас о том что можно в себя поменять почему ваши причины из детства что что я раньше оговаривала девочки пишите комментарии что и подскажете может быть поддержите просто девушку я всегда оставляю свою почту в инфобоксе к видео пишите ваши истории для такого разбора на канале или записывайтесь на индивидуальной консультации ко мне спасибо за внимание всем пока